В этом году в области должны капитально отремонтировать больше 500 домов. Правда, сдано пока всего 9. В 2015-м уже без опозданий в порядок приведут 7 сотен обвешавших зданий. Первое тотальное недоверие среди жителей, кажется, осталось позади. Во Владимире за капремонт исправно платит 80% населения. Но сможет ли программа оперативно решить все проблемы? Вопросы у людей по-прежнему остаются. Всего во Владимире в этом году должны капитально отремонтировать 5 десятков домов. Но работы начались с опоздания. Некоторые завившиеся подрядчики оказались не готовы. Поэтому все, что не успеют сделать из-за дождей и морозов, перенесут на 2015-й. Ну а первопроходцами во Владимире стали жители вот этого дома на Горького. Им, наконец, заменили протекавшую десятилетиями крышу. Скоро подрядчик будет сдавать работу спецкомиссия. В нее войдут и представители дома. Крыши довольны. Сами, наверное, мы никогда бы не сделали. Потому что, не знаю, деньги никто бы не собрал. Ну как, крыша не капает? Да сейчас нет, конечно. Ну делали они, конечно, хорошо, нормально делали. Правда, у жителей зреет другой вопрос. За крышу спасибо. Но в доме давно возникли проблемы и с трубами. Когда ждать возвращения строителей? Мы только вот дали топление дня 4 и тут же, глядим, топление отключили. Думаю, что такое? Я вышла, смотрю. А там парит вот с люка, все парит. Пар. Ну и что, не сделали, приехали. А вот на сколько оно простоит? Иду у нас канализацию. А вода постоянно, милые мои, постоянно. Ремонт коммуникации будет проводиться в соответствии с тем сроками, которые указаны в программе. Если он стоит там в 18-м году, то, соответственно, в 18-м году. Если он стоит там позже, то позже будет сделано. То есть здесь не зависит от того, когда они расплатятся за капитальный ремонт крыши. Здесь зависимости никакой нет. В этом, собственно, и смысл создания счета регионального императора. Когда нет зависимости от того, полностью ли оплачены работы. Ждать, когда подлатают все остальные дома во Владимире, жителям улицы Горького, конечно, не придется. Но и рассчитывать на скорый ремонт коммуникаций тоже не стоит. Судя по областной программе, он начнется через 15 лет, в 2029-м. Про держатся ли дырявые сети – большой вопрос. Рядом улица Молодежная. Молодая она только по названию. Всё здесь давно просит ремонта. В доме номер три ситуация анекдотическая. Сюда вдруг нагрянули строители и заменили ровно половину крыши. А с другой стороны дома подновили ровно полфундамента. Жители грешат на подрядчиков, которые якобы хотели таким образом получить заказ на капремонт. Ну я не знаю, но казалось так, что они просто сделали пробу на нашей крыше, чтобы выиграть тендер, для того, чтобы продолжить дальше. Это они так сказали, да? Ну так, да. Так мне было сказано. Мы не просим подрядчиков демонстрировать на мастерстве. У нас есть конкурсные условия. Он должен заявиться на эти конкурсы, представить определенный пакет документов, набрать определенное количество баллов. Если он выиграл, он поступает к работам. Нам демонстрация как-то такого не нужна. Сам подрядчик Виталий Лобанов слова людей тоже опровергает. Как он пояснил по телефону, ремонт только части. Крыши заказала управляющая компания, да и то в кредит. Денег, собираемых с дома на текущий ремонт, на большее якобы не хватает. Люди опасаются, что другую половину им сделают лишь через пять лет, когда настанет очередь ремонта капитального. А с потолка капает, и балконы рушатся уже сейчас. С жалобами жители обошли все мыслимые инстанции. Ничто не движется. Они хотят перейти в другую управляшку, но их не отпускают ни в какую. На нас никто внимания не обращает, вы понимаете. Мы вообще удивляемся тому, как относятся к жителям, которые оплачивают эти техосмотры. И вот все только отписывают, отписывают, отписывают. Ну невозможно же до такой степени, понимаете. И друг на друга, зачем вы ходили туда, вот давайте только к нам, как говорит, например, техническая жилищная инспекция. А помощи нет кого и ничего. Вот такая пачка писем у нас, не знаю, куда уже дальше, может быть, лично к президенту идти. Ну а людям из соседних стареньких малоэтажек впору завидовать и в половину обновленной крыши. До их старого шифера, огласит график капремонта, руки у рабочих дойдут в лучшем случае через пять, а то и через десять лет.